но во первых хочу рассказать что сейчас в клубе прошел эфир по камням достаточно так интересно и когда ребята в прямом эфире задают вопросы такое идет мощное подключение к ним и очень просто рассказать какой на сегодняшний день камень именно их и почему что он им даст это даже такие невероятные состояния даже у меня очень интересно если если вам интересно присоединяйтесь мое воскресенье воскресенье либо в понедельник сделаем повторный эфир и разберем кому какие камни на данный момент и почему именно эти камни почему именно эти камни у них идет по энергетическому полю чтобы не было лучше видно задавайте пока свои вопросы пишите я обязательно на них отвечу а сегодня я бы наверное хотела такой эфир провести рассказать с вами поделиться таким моментом когда люди мне говорят насколько они осознали этот 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 путь этот мир пио воплощение в этом теле но очень часто ими движет ум да у нас очень часто пустуют мозг ум и разум и мозг наверное я бы все таки охарактеризовала как как орган как орган который у нас находится в голове наша коробочка а ум это то что воспроизводит все в мире воспроизводит ум все что с вами происходит все что вас окружает и очень часто к сожалению мы этого не осознаем не осознаем уходя от действительности и и так получилось что буквально вот на днях меня пригласили к умирающему человеку чтобы я его оживила да мне конечно приятно мне конечно льстит что такое 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 видение меня у кого-то но углубившись в эту в эту атмосферу я вам просто сейчас расскажу что я увидела насколько мы не осознаем себя лежал умирающий человек от которого уехала скорая которая сказала что они уже ничего не могут сделать стояла его жена вся в слезах его сын и во всем этом пространстве летала судьба каждого из трех и судьба и видение этого мужчины было таковым что он уже умираючи лежал и у него были мысли о том что он не сделал кого он недолюбил кому он недосказал кому он недодал и это была такая горечь что он хотел все вернуть но углубившись в эту горечь ты понимаешь что во всей этой горечи он думал только о себе что он недоделал что он недоделал у него не было мысли о том кому-то еще а нужно ли это было тем кому он недодал а нужно ли это было тем кому он недосказал у него даже в его мировосприятии не было того момента что другим это не надо и даже на смертном адре он думал о том что он не распаковался что он недодал кому-то из своих близких он ухудшил отсюда насколько он мог много дать но не дал этого и он ни разу не подумал о том насколько это нужно было кому-то другому он ни разу не подумал о том что а нужно ли это было в какой-то ситуации тому даже уме предложить любому другому пройти пройти его собственный путь он не поддержал никого в своем мире чтобы дать кому-то другому возможность прожить свою жизнь самостоятельно его жена плакавшая думала сколько она ему не сказала куда они с ним еще не съездили куда они будет плохо без него насколько она будет одинока и насколько она будет не нужна в этом мире без него но она не подумала о том что он идет в следующую жизнь что он идет в следующее раскрытие себя она подумала только о себе о своей боли о своей горести его сын переживал за то что его отец не увидит как он женится какие у него будут дети какие у его отца будут внуки ему не пришло в голову ни одной мысли о том что его отец будет с огромным удовольствием наблюдать и давать ему возможность жить так как он хочет распределять свое время так как хочет он участь на своих ошибках и когда ты видишь всю эту ситуацию у тебя невольно складывается видение того что насколько мы привязаны к себе насколько мы не позволяем любому другому пройти его путь нашим детям нашим близким нашим родным и это все исходит только лишь из-за того что мы не позволяем себе проходить свой путь мы не позволяем себе прочувствовать ту любовь которая есть у нас к любому другому не касаемо его действий не касаемо его результатов не касаемо его любви мы не позволяем себе радоваться за другого просто потому что он есть и вот эти вот смертельные агонии начинаются в тот момент когда мы не можем освободиться от того что мы не отдали и вот это вот горе печаль тоска они нас как будто бы прижимают дальше к этой плотности не отпуская не отпуская этим грузом не позволяя нам в легкости уйти потому что мы никогда мы не любили мы не любили как часто мы себя ругаем за то что мы сделали за какие-то действия либо за то что мы не сделали как часто мы себя хвалим за какие-то моменты но что ты что ты своим примером показать эту истинную любовь истинную любовь через себя что ты можешь быть любим для самого себя априори просто потому что ты не за какие-то действия не за какие-то результаты и когда с нами происходят какие-то моменты мы очень часто переживаем что не доделали не додали даже не подразумевая того что весь мир который мы себе нарисовали мы себе нарисовали его своим умом и только из-за своего ума мы не можем перейти в следующую плотность самого себя не отпускаем не отпускаем только лишь потому что там есть только тотальная любовь тотальная любовь к самому себе не за что-то не про что-то а просто так как часто мы смотрим на какие-нибудь ролики и нас улыбают когда животные играют с какими-нибудь мячиками просто незатейливое действие и мы умиляемся им просто потому что они хорошенькие а почему мы не умеем умиляться так самому себе своим близким своим родным не оценивая их через действие ведь только когда познав себя ту любовь из которой мы состоим мы можем выйти на другой уровень нам ее никто не даст нам ее никто не откроет ведь это любовь только у вас самих находится очень часто все разбирают чакры какие-то техники упражнения методики инструкции но это всего лишь костыли которые приведут либо не приведут к самому себе что такое привести к себе это познать себя безоценочно без действий без результативности а просто тот кем ты являешься кем ты являешься для самого себя кто ты есть для самого себя как ты можешь передать любовь кому-то другому не полюбив себя просто за то что ты есть как ты можешь наслаждаться дождем или солнцем если ты не наслаждаешься собой как ты можешь выйти на любовь к себе если ты не отражаешь любовь через других и вот эти простые вещи очень часто ищут через какие-то практики я все время ребятам говорю ребят все практики это всего лишь костыли все это есть вас без всяких гуру без всяких учителей и очень часто я про это говорю и говорю это не просто так понимаете понимаете вы это или не понимаете когда вы смотрите эти эфиры у вас меняется кристаллическая решетка вы потихоньку шаг за шагом подбираетесь к себе убирая те результаты которые вы добиваетесь годами и когда вы осознаете каждое утро что вы просто есть то это и есть любовь когда вы осознаете каждый вечер перед тем как ложиться спать что это вы есть если бы вас не было некому было бы ложиться спать некому бы веселиться радоваться либо грустить за то что вы сделали или не сделали просто потому что вы есть и когда вы осознаете что вы есть вы это все что вы есть то все ваши действия все ваши результаты они будут абсолютно не важны потому как через любовь нельзя причинить невозможно причинить кому-то боль и страдания через любовь познав себя как истинную любовь нельзя кому-то сделать больно обидно и можно говорить миллион слов но если вы не познаете ту любовь из которой вы состоите то все слова они будут напрасны вы будете дальше прикрываться практиками вы будете дальше прикрываться какими-то действиями результатами и это вас будет все дальше и дальше уводить от самого себя и вы будете недовольны собой какие бы действия вы не сделали потому что в вас так и будет спать тот кто есть вы здесь пишет есть какой-нибудь способ остановить старение ребят смотрите есть способ остановить старение его конечно же уже создали есть уже много доказанных методик когда говорится о том что человек может жить намного дольше но это все для чего ведь этот мир он это черновик вы когда-нибудь видели человека который умирал у которого была клиническая смерть и он с огромным удовольствием оттуда вышел сказал слава богу я здесь живу здесь остался он может это сказать только лишь для того чтобы передать ту любовь которая в нем еще есть ведь когда ты познаешь истинную любовь тебе не важно как ты здесь выглядишь тебе не важно сколько ты здесь проживешь ты готов идти в истинную любовь потому как там уже нет оценочности там нет восприятия тебя через оболочку там нет конкурентности там нет всего этого бреда и всей всей этой блевотни которая есть здесь и когда ты хоть немножечко соприкасаешься со следующим миром и возвращаешься сюда у тебя есть легкое недоумение ну почему почему снова здесь и вот эти все моменты не стареть быть молодым быть красивым это всего лишь тогда когда вы пробуждаетесь вы начинаете видеть все все знания которые есть на этой планете за этой планетой вы все это знаете все это вас вскрывается но вы все равно идете вы идете к той любви с которой вы состоите и только доходя до этой любви вы понимаете насколько абсурдно существование здесь насколько абсурдны все делания все действия которые происходят здесь и вы начинаете их делать просто потому что вы еще здесь живете но у вас уже нет того момента что вы хотите быть тем кем вы не являетесь у вас пропадает ложь к самому себе а что такое ложь к самому себе и мне девочка задала один вопрос она говорит вот я например люблю ну и сказала что она любит я хочу от этого избавиться но это же ложь ведь ты себя не принимаешь в том качестве что ты любишь к чему тебя тянет а избавиться ты хочешь по социальным программам потому что это не принято в нашем обществе и сколько бы вы себя не вскрывали свой род свое предназначение свои детские травмы это здесь в это потому как когда вы познаете ту любовь которая есть вы здесь становится все абсолютно понятно и тогда вы можете идти на следующую ступеньку себя тогда здесь вас в этом мире как вы думаете просветленные люди почему умирают люди у которых иной образ жизни который очень отличается от общепринятого вы понимаете о чем я говорю почему они умирают потому что они не знают как здесь продлить свою жизнь знают но им это уже не нужно они познали другое они познали тотальную любовь которая есть в следующем уровне и здесь больше не за что держаться этот этап пройден да ребят у меня к сожалению интернет такой поэтому вот как-то так светланочка спасибо галочка добрая ночь светлана можете ли подсказать как можно физически очиститься от прошлых отношений все говорят только об энергетических привязках от прошлых отношениях от прошлых отношений а зачем ты привязываешься к прошлым отношениям когда мы привязываемся к прошлым отношениям это мы привязываемся же не к отношениям не к тому человеку, который есть, который был, а к тем состояниям, которые вы испытывали с этим человеком. Но если вы поймёте, что эти состояния испытывали вы, то при чём здесь любой другой человек? Эти состояния, эти ощущения, эти чувствования, они есть все в вас, вскрывайте их по-новой, они из вас никуда не вышли, они не ушли к соседу, они так и есть в вас. Почему вам нужен костыль в виде другого человека, чтобы познать и ощутить вновь те отношения к самому себе, то ощущение, с которым вы жили тогда, когда был рядом с вами тот человек? Эти ощущения были только в вас. Он сработал вашим триггером, чтобы показать вам, на какие чувствования вы можете быть готовыми, какие чувства вы можете проживать. И если он вам это показал, значит, они уже у вас есть. Он сделал своё дело. Поблагодарите его и отпустите. Возвращайтесь к тем чувствованиям, которые были у вас, к тем чувствованиям, которые можете вызвать только вы у самого себя, без этого человека, просто потому что они у вас уже есть. Ведь каждый, кто встречается нам на пути, он в нас раскрывает что-либо. он в нас раскрывает какие-то новые чувства, новые ощущения. И даже новые эмоции. Пусть даже эмоции. Но этот человек нам нужен только лишь для того, чтобы ещё с другой стороны познать себя. на какой фейерверк чувств мы готовы, что в нас скрыто, какой потенциал. Этот человек нам просто показывает, какие мы большие. Он нам показал, и всё. Этот человек нам в нашем мире больше не обязателен. Вы можете сами проживать эти чувствования вновь и вновь по отношению к самому себе. Направьте весь этот спектр внутрь себя. И вы посмотрите, во сколько раз они будут просто просто бомбически вас скрывать. как только вы обратите все те чувства, все те ощущения без того, без какого-либо человека уже внутрь самого себя. Он вам просто открыл, что это у вас есть. Если вам тренер говорит, вот ты это можешь, ты можешь поднять, например, такой-то вес, и ты с этим тренером делаешь это, то ты же потом не идёшь и не говоришь, что ну вот я без этого тренера уже не смогу это сделать, я не смогу такой вес поднять. У тебя же этого в голове нет. Ты понимаешь, что ты это можешь. И ты берёшь новые веса. Ты делаешь новые результаты самого себя. И так же с чувствованием. Тебе этот человек, как тренер в твоей жизни, просто показал, какие чувства, какие ощущения, какой ты большой внутри. Сколько в тебе есть чувств, который ты можешь раскрывать и раскрывать вновь и вновь. И просто приходи к этому. Постоянно иди к этому. Постоянно раскрывай себя. И люди, которые будут встречаться на твоём пути, они всего лишь твои тренера, твои учителя, которые в твоей жизни только временно. Всё временно в этом мире. Абсолютно. Это время, оно не может быть постоянным. Оно линейно. Вы переходите в следующего себя и не обязательно умирать. «Привет!» Хорошего настроения. Благодарю. Ребята, задавайте вопросы. Я с огромным удовольствием поотвечаю. Насколько это получится с моим интернетом? Ведь всё, что есть в этом мире, это всего лишь наши учителя для раскрытия нашего ума, разума, сознания, для раскрытия нашего чувствования через вибрации, через вибрации природы, через вибрации камней, через вибрации запахов. Это всего лишь, чтобы мы себя ещё больше узнали, ещё глубже ощутили, насколько мы большие, насколько мы готовы идти дальше в следующую линейность себя, где нет оценочности. И вот этот Новый год мы будем праздновать в чудесном месте. И к нам приезжает достаточно много ребят, хотели маленьким кругом, но так получилось, что уже у нас такая достаточно большая компания собирается, и у нас там будет спектакль. Очень часто бывает то, что, я говорю, не всегда может ум воспроизвести восприятие самого себя. И мы решили сделать такой спектакль, где мы проиграем, чтобы в этом проучаствовал каждый, кто будет с нами отмечать Новый год. Ну так уж получилось, что кто будет с нами. Мы, конечно, попробуем это всё снять и даже выложить, чтобы вы тоже посмотрели это. где там мы расскажем, наверное, это будет всё же моё видение, да, как я вижу эти миры, где я вижу с другой плотности этот мир, в котором находилась и я. И я знаю, что есть следующая плотность, и с того мира тоже я смотрю на себя. это невероятное ощущение, когда ты это осознаёшь, что ты понимаешь. Это и есть вечеринка. Когда ты осознаёшь, что ты можешь жить в нескольких плотностях единовременно, но осознавая всё с разных уровнях восприятия себя. Светлана, спасибо. Говорят, что в теле остаётся ДНК или какой-то след другого человека, и что надо ждать 7-9 лет, чтобы от него полностью очиститься физически. 7-9 лет это нужно ждать, когда ты не осознаёшь, когда он естественным путём отмирает у тебя. Но если у тебя пришло осознание самого себя, то это будет просто в раз. Подскажите, после замасливания столовая ложка масла, столько же лимонного сока? Да. Начинают ответить на то, как простой выбор, но это ещё и пересекает. Ответы в каких-то персонах, переоценивая этих учителей. Когда ты переоцениваешь какого-то учителя, это всего лишь говорит о том, что ты не прочувствовала себя. И это, опять же, твой опыт, который выводит на новый уровень чувствования себя. Как только ты осознаёшь, что ты этого учителя поставил выше, чем он есть для тебя, это о чём говорит? Когда ты его осознал, этого учителя, когда ты его принял, что он лучше, что он тебе может что-то показать, что он тебе может что-то рассказать, это действительно произошло так на этом уровне тебя. И неважно, за какой момент ты вырос, за секунду, за час или за год, но как только у тебя пришло осознание, что ты выше этого учителя, либо на одной ступеньке с этим учителем, это говорит о том, насколько ты подрос, и это не переоценивание его, это на тот момент он и был твоим учителем, твоим учителем, чтобы ты это осознал и увидел свой рост по отношению к этому учителю. Почему очень часто после ретритов, марафонов я прошу ребят записать отзыв, чтобы это не было бла-бла-бла от меня, чтобы это было от тех людей, которые непосредственно там присутствовали, чтобы вы увидели, что получают, что видят, чему учатся другие люди, находясь в том числе и в моём поле, и в том числе, чтобы они могли отследить, какими они были тогда, то есть это фиксация. Очень важно фиксировать, почему очень хорошо иметь дневник самого себя. В этом дневнике ты можешь прочитать, каким ты был неделю назад, год назад, ты можешь отследить, кем ты был. Ведь очень часто бывает такое, что вы не виделись, например, с родственниками или с друзьями какое-то время, и вам кажется, что в вашей жизни ничего особенного такого не произошло, что вы тем же и остались. И когда вы приезжаете к этим людям, и они говорят, «Боже мой, как ты изменился!» И это не про внешность. Они вас не видели, они вас воспринимают без вот этого фрагмента, которого не было в их поле. Но вы себя так не воспринимаете. Вы очень часто, вы же себя видите каждый день, вы себя трогаете каждый день, вы себя ощущаете каждый день. И очень многих вещей вы не можете отследить, насколько вы быстро меняетесь. И здесь с этим учителем вы можете посмотреть, насколько быстро к вам пришло осознание, насколько быстро ваш процесс самого себя идёт. И если вчера он был для вас учителем, а сегодня вы понимаете, что вы с ним можете говорить на одной ступеньке или даже что-то ему подсказать, представляете, насколько это здорово, насколько вы выросли за вот этот кусочек. Это ваш рост, это не ваша ошибка, это не ваш недочёт, и это даже не ваша нелюбовь к самому себе, что вы себя не слышите. Нет, я тоже так думала буквально некоторое время назад, что я себя опять не услышала. А сейчас я понимаю, что это просто мой рост. Мой рост и мое осознание. Мое осознание, произошедшее за вот это время. Неважно, какое оно, неважно, сколько оно заняло, но это сознание во мне произошло. И это сознание во мне произошло благодаря тому учителю, которого я возвысила буквально некоторое время назад. Только опираясь на его, на его опыт, на его видение, на его восприятие, я смогла ощутить себя, где я есть по отношению к нему. И это здорово. Светлана, откладываю, откладываю новую ступеньку облегчения питания, поменяла уже работу, добавила нагрузку, сократила даже сон, а по-прежнему не могу хоть на сыроедение выбраться. а сыроедение тебе чтобы что? Ведь это всего лишь действие, которое ты делаешь каждый день. Какая разница, что ты делаешь? Какая разница, что ты жуешь? И вот когда к тебе приходит осознание, что для моего тела вот это лучше, для моего тела, не потому, что это такое питание, не потому, что он так называется, а потому, что чёткое осознание вот этого, то ты к этому не вернёшься. Смотрите, когда ты одеваешь узкие джинсы, где у тебя всё вываливается, но тебе не хочется их больше одевать, даже если они красивые, даже если они модные, ты чувствуешь своё тело, что тебе некомфортно, ты не можешь где-то сесть, потому что вывалится живот, ты не можешь где-то там быстро пойти или ещё что-то, потому что они в тебе всё встягивают, и ты их уже не оденешь. И с питанием то же самое. Когда оно начнёт стягивать твоё тело, тебе не захочется его повторять. Это через осознание телом, тело живое. Но как только ты подключаешь голову и говоришь, что это правильное питание, а это неправильное, это всё говно собачье. Ты всё равно на это не выйдешь. Кто бы тебе ни говорил, что сыроедение — это хорошо, малоедение — это хорошо, ещё что-то — это хорошо. Пока ты не прочувствуешь, насколько ты себя ощущаешь по-другому, насколько ты живёшь по-другому, ты туда не придёшь. И вот эти маленькие искорки того, что тебе хорошо, они же у тебя тухнут не потому, что у тебя пришёл какой-то вкусный кусочек в твою тарелку, а потому, что у тебя есть осознание того, что с этим кусочком связана какая-то твоя история, которую тебе хочется ещё раз проживать, ещё раз просмаковать. А если ты будешь смаковать другую историю, я не могу видеть меня. Света, ну какая же ты красивая стала. Спасибо, Кристин. Как себя ещё качнуть? Полюбить. Слышали вы про восхищение? Так, про религию и про политику я не разговариваю. И про фармацевтику. О чём говорит боль в какой-либо части тела? Что там происходит? Смотря в какой части тела. Именно поэтому у нас будет марафон пронофит, где я буду разбирать, какая мышца за что отвечает, за какое осознание, какая мышца отвечает, какое сухожилие связывает, какие процессы в нашем теле, что такое сердце, что такое печень, на что они влияют, что они нам раскрывают в этом мире, что они нам транслируют. Это всё будет на марафоне пронофита. Присоединяйтесь. Он стартует 1 февраля. Света, благодарю. Я вот не устаю удивляться тому количеству любви, которую ты можешь извлечь из ниоткуда. Прямо показала мне. Спасибо, Галочка. Для чего вам нужны ваши татуировки? Я уже, ребята, говорила об этом. Я через них собиралась. У меня был процесс очередной, я бы так наверное сказала, в этой плотности, когда я понимала, что здесь я уже всё увидела, всё познала. И я не буду углубляться, но я просто скажу, что через это я собиралась себя сначала через тело, через ощущение тела, восстанавливая себя в себе. Потому что иначе я уже понимала, что я этот фильм смотрела. Фильм про эту жизнь я уже здесь была, я уже здесь участвовала, я уже его режиссировала. Мне было это уже неинтересно. Я очень много про это говорю в ретритах. Я показываю в ретрите, как можно быть на нескольких плотностях. Но, ребят, это может услышать только тот, кто готов идти в эти плотности. если вы готовы идти в новой плотности самого себя, когда вы готовы увидеть себя, себя здесь живущего, из себя в другой плотности, то это я вам тоже могу показать, если вы готовы. Светлана, спасибо. Спасибо вам. Ребят, очень приятно было с вами сегодня увидеться и пообщаться. Я вас всех благодарю. я вас всех жду на марафоны. Кому это интересно, кому интересно, для чего нам это тело здесь, что оно транслирует, что мы транслируем через кожу, что мы транслируем через мышцы, что мы транслируем через внутренние органы, то присоединяйтесь на марафон пранофит. Если вы хотите познать себя, увидеть себя из другой плотности, увидеть самого себя из другой плотности, через самого себя. Если вы к этому готовы, то приезжайте на ретрит, но обратного пути уже не будет. понимаете вы этого или не понимаете, с вами неизбежно произойдут изменения на генетическом уровне. Давайте последний вопрос. В данный момент у меня болит голова. Как поступить прямо сейчас? Прямо сейчас? Так, ну что у меня где? Смотрите, вот у меня есть карандаш. Берете какую-нибудь ручку, карандаш, не важно что, и зажимаете ее в зубах. И вот так вот держите минут пять. Что у вас происходит? У вас получается за счет того, что вы держите эту ручку, прям дальше туда прорисовываете ее, у вас вся кровь получается отливает вот сюда в челюсти. Отливает кровь сюда, и когда вы через пять минут убираете ручку, она моментально у вас отливает обратно в голову. И все мелкие капиллярчики насыщаются кровотоком. И головная боль постепенно проходит. Еще можете, как бы это не было банально, выпить стакан минеральной воды с газами. воды воды или воды не копиллярмет Продолжение следует...